75 лет назад, 30 сентября 1941 года, в ходе Великой Отечественной войны началась легендарная битва за Москву. Главной стратегической целью немецко-фашистских войск был захват столицы СССР. План операции «Тайфун», утвержденный Гитлером в сентябре, предусматривал не только окружение и взятие Москвы, но и полное ее уничтожение вместе с населением. Немецкие войска начали атаковать 30 сентября 1941 года. Фашистам удалось прорвать оборону и к 7 октября окружить советские армии. Так началась московская стратегическая оборонительная операция, ставшая первым этапом битвы под Москвой. На защиту рубежей столицы стало все население от Мала до Велика. В дивизии народного ополчения по городу Москве было мобилизовано 200 тысяч человек. По московской области 70 тысяч человек. 13-я Ростокинская дивизия народного ополчения, в которую входили три батальона мальтищенцев, вступила в бой 1 октября. И, проливив высшую степень мужества, к 13 октября была почти полностью уничтожена. Успех Красной Армии принес освобождение более 11 тысячам советских городов и сел. Советские войска продвинулись до 250 километров на запад, ликвидировав непосредственную угрозу Москве. Был развеян миф о непобедимости армии нацистской Германии. Наши деды и прадеды защитили нашу Родину от великой беды. Защитили не только наш народ, нашей страны, но и, по сути, все человечество от порабощения. Мы должны это помнить спустя десятилетия и века и передать своим детям, которые являются на сегодняшний день правнуками тех победителей, чьи победы они несут в своих жилах, в своих генах, в своей памяти. Немецкие самолеты ежедневно бомбили город, но это не помешало 7 ноября провести парад на Красной площади. Советские солдаты маршировали по заснеженной бурщатке сквозь пургу вдоль Кремлевской стены, мимо Вавзолея и стоящего на его трибуне Сталина. Прямо с парада войска уходили на фронт, где решалась участь не только Москвы, но и всего государства. Наш дед Шилов Александр Васильевич 7 ноября 1941 года прошел парадом по Красной площади и сразу с парада пошел на контрнаступление за Москву. Он командовал минометами и был ранен в руку разрывной пулей, но при защите Москвы проявил мужество и отвагу. И, конечно же, являясь потомком такого сильного и смелого человека, я чувствую гордость за своих предков. В фойе Дворца молодежи была развернута тематическая выставка поисковых отрядов «Исток», «Память и примирение», гражданско-патриотических клубов, выставка Матичинского историка-художественного музея и гражданско-патриотического клуба «Штандарт». С августа этого года наш музей-студия располагается во Дворце молодежи. Сюда подтянулись ребята с ближайших школ. Таким образом у нас сплотился небольшой коллектив из 15 человек, таких юно-армейцев, которые действительно неравнодушны к военной истории, к военному делу. Сегодняшняя экспозиция посвящена 75-летию битвы под Москвой. В конце торжественного мероприятия в Большом зале Дворца молодежи состоялась концертная программа, в которой выступили танцевальные коллективы, вокальные ансамбли, прошло награждение ветеранов, был показан фильм о поисковом отряде «Исток» и документальный фильм о свенцам. И завершился вечер чайпитием для ветеранов. Владимир Малявин, Олег Степанов, информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин»